Я на всю жизнь запомнил ваши слова, когда я первый раз вступил в это здание, когда вы сказали мне о том, что дословно как же долго мы вас ждали здесь. Я это помню и очень ценю то, что вы всегда находите время встретиться со мной здесь, а я вам обещаю, что я буду постоянно приезжать в ваш прекрасный город, в вашу прекрасную страну. И если будет на то Божья воля и ваша, я обязательно буду встречаться с вами. Для меня это большая радость и, я скажу откровенно, большая ценность. Я хочу с большим удовольствием передать вам приветствие от нашего Филарета. Он в здравии, помнит добрые отношения с вами, от нашего митрополита Павла. Они очень ценят те отношения, которые установились между нашей церковью и вашей. Между нашими народами, белорусским и грузинским народом, очень добрые и теплые отношения были всегда. Вы для нас не чужие люди, вы наши истинные братья. И нам нет другого выхода, как строить самые теплые и добрые отношения, уже будучи не в одном государстве, а будучи суверенными и независимыми государствами. Мы очень много сделали за последние 2-3 года, очень много. Начинали практически с нуля. Мы построили базу наших отношений. И должен вам сказать, я вчера это отметил, встречаясь с членами вашего правительства, что для меня неожиданно эти молодые люди так активно поработали вместе с нашей делегацией, чтобы заключить множество договоров о наших перспективах, о перспективах нашего сотрудничества. Ваше святейшество, вы должны знать, что мы всегда будем с вами рядом. Мы готовы поделиться с вами всем тем, что мы умеем делать. Если вы увидите у нас что-то полезное для Грузии, и мы способны это передать вам, будьте уверены, что мы это сделаем так быстро, насколько быстро вы этого захотите. Вы, наверное, самая главная сила, которая скрепляет грузинский народ. Я уже не говорю о прошлом, недавнем прошлом, в котором грузинская церковь сыграла главную роль в сохранении государственности. Вы очень правильно отметили главную проблему Грузии, территориальную целостность. Вы знаете наше отношение к этому. Мы только за мирное разрешение всех проблем и конфликтов. Мы очень часто говорим с руководством Грузии на эту тему. Я также придерживаюсь той точки зрения, что отношения надо устанавливать. Не глядя ни на какие разногласия, различные точки зрения, они могут быть, они были и всегда будут. Но при этом надо помнить, что за нами народы, и они хотят жить мирно и дружить. Я вчера сказал своему коллеге-президенту, что конфликт России и Грузии – это не конфликт между грузинским и российскими народами. Это конфликт, будем прямо говорить, скорее всего, властей, верхушки. И надо отойти от амбиции с одной и другой стороны и установить нормальные отношения, которые складывались веками между нашими народами.